Приветствую, это Джон Хэнни. Я учитель по вокалу и автор книги «Обучение современному пению». Сегодня я делаю реакцию и анализ на Димаша с песней «Опера-2». Это обещает быть интересным. Я смотрел только одно его выступление. Это было S.O.S., на которое я сделаю реакцию. И вы, фанаты Димаша, такие активные. Моментально начали просить меня посмотреть «Оперу-2». Мне не терпится приступить к этому. Давайте начнем. Действительно хорошая текстура дыхания. Разное количество воздуха для контраста. Солнце остыло совсем. Давние боги идут шириной. Пусть собираются все. Во-первых, я не ожидал такого. Это вылетело будто ниоткуда. Это высокая нота до сопрано. Мне понравилось, как он поднялся так высоко. И ему это не то, что не составило труда. Он способен сохранять полный резонирующий звук. И для большинства мужских голосов, которые едва могут петь так высоко, обычно гласный звук должен быть очень широким. Иначе ты просто выдаешь все остатки своих голосовых возможностей. Он действительно способен держать эти прекрасные округленные гласные. Очень похоже на сопрано. Я слышал оперное сопрано, когда он начал кричать. Ведь если гласный звук станет очень широкий, то гортань будет выше. Опять же, это словно выжимать остатки из зубной пасты. Но для него это так легко. Удивительно. Был мой достроен, но я в нём один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер синий стучится в окно, плачет, а петь надо мной. Это судьба, а судьбу не могу. Я ни о чём простить. Только я знаю, как после меня станут бедра голозы. И так, я уверен, будет ещё много фейерверка в его выступлении. Да, это была славная нота соль. Что же он тут делает? Он входит в этот традиционный мужской переход. Он поёт таким миленьким, лёгким поп-звуком. Но затем вы слышите, как он углубляет свою гортань, получая более глубокий и тяжёлый звук. При этом голос не теряет свою лёгкость. Он на самом деле сделал это чудесно. Я собираюсь вернуться назад. Я ни о чём простить. Вот тут. Затем глубочайший звук. И он возвращается к более тонкому звучанию. Он манипулирует глубиной своей гортани и делает это очень хорошо, выбирая такие голосовые оттенки, какие захочет. Слыми я стану бедра голозы. Прекрасно, шикарно, чудно. Он же просто сумасшедший. Слыми я стану бедра голозы. Хорошо, я знаю, что фанаты песни, вероятно, будут материть меня, так как она еще не закончилась. Но я просто хотел остановить и указать вам на этот поразительный голосовой оттенок для мужского голоса. Вы можете услышать это даже на этой высокой ноте. Оттенок звука при этом сохраняя глубину и насыщенность. Опять же, на этой ноте до диез у большинства парней гортань была бы слишком высоко, и рот был бы слишком раскрыт. И даже так, это был бы более тонкий звук. Послушайте насыщенность и оттенок этого звука. Просто поразительно. Еще одна смена тональности. Вот это было сложно. И снова. Сейчас он уже на ноте ми бемоль. И вы слышите, как ему легко. Он до сих пор сохраняет овальность звука. Это просто дико слышать от мужского голоса. Я говорил это в прошлом видео. Это не то, чему необходимо или можно научиться. Он одарен просто экстремально редким голосом. Большинство мужских голосов так не поют. Они просто не способны на такое. У него же должна быть такая гибкость в голосе. Особенно это касается голосовых связок. Поэтому они способны так широко растягиваться. И при этом он умудряется сохранять глубину голосовых связок и глубину гласного звука. Сохранять округлость и красоту звука. И вот что удивляет меня больше всего. Это даже не высота тона. Она у него и так есть. А сам звук, который он издает. Его глубина и округлость без всякого воя и визга. Он не рвет жилы, а превращает это в представление. Поэтому, когда ты думаешь, что это нереально высокая нота для мужчины, он берет еще и еще выше. Это же дикость какая-то. Я ошеломлен. У меня закончились прилагательные. На одном из моих видео, вроде бы это была реакция на Фредди Меркьюри. Я сказал, мужик, это действительно хорошо. Но люди подумали, что это было слабо сказано. Но если мне что-то реально нравится, я так и говорю. Тут я скажу, что это было действительно чертовски хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!